Слово диспансеризация многих отталкивает и пугает. Появляются мысли о болезни и госпитализации в стационар. На самом деле диспансеризация схожа с профосмотром, но если цель последнего – определить профессиональную пригодность работникам, то цель диспансеризации более глобальна – выявить заболевание на ранней стадии. Жители Верхней Салды, достигшие 21 года, прикрепленные к центральной городской больнице, могут бесплатно пройти диспансеризацию. По результатам обследования уже специалист, то есть наш терапевт, определяет, каких специалистов нужно пройти пациенту, какие нужно пройти обследования, дается время для проведения вот этого всего. Ну где-то в среднем уходит дня 3-4 найти исследования, и потом с результатами обследования он возвращается к терапевту, который уже делает интерпретацию всех анализов, обследований, смотрит, какие изменения произошли. Также работает с анкетой, по которому тоже видно, какие изменения у больного в организме, как давно он, например, болеет каким-то хроническим заболеванием, но в больницу не обращался по тем или иным причинам. Вот. И выносится вердикт, на какой этап больной у нас уходит. Есть два этапа диспансеризации. Первый – это совершенно здоровые люди, которые прошли у нас обследование, и у них не выявлены заболевания. Но в основном это молодой контингент. Второй этап – это люди уже, у которых есть изменения кое-какие, и которые нуждаются в дообследовании. По результатам последних исследований, в ходе диспансеризации у нескольких десятков салдинцев были выявлены заболевания на ранней стадии. Самым распространенным из них стала гипертония. Кроме того, врачи обнаружили 10 случаев глаукомы у пожилых людей. Особое внимание было уделено и женскому здоровью. Вот нами за 8 месяцев этого года выявлено 6 случаев онкопатологии на ранних заболеваниях. В основном это касается женщин, это онкология молочной железы. Все это выявлено на мамографии. Послали больных в онкодиспансер, диагноз подтвердился, и, слава богу, все успешно закончилось. Выявлено 11 случаев сахарного диабета. Тоже люди, и что характерно, в основном это были мужчины, которые вообще неохотно любят ходить в больницу. А здесь, да, анализ на сахар крови, мы обнаружили повышенные цифры. Больные были дополнительно направлены на обследование, и был выявлен диабет второго типа. Наша больница располагает оборудованием, которое бы позволило провести это исследование всех, что касается диспансеризации, причем на современном уровне. Если вы прикреплены к центральной городской больнице и решили пройти диспансеризацию, то помните, что участковые терапевты и специалисты работают по будним дням с 8 до 17 часов.